Настоящие спортсмены это люди, которые не только добывают очки, кубки, медали и опережают секунды. Это в первую очередь победители собственных эмоций и собственных психологических барьеров. Бывает тебе говорят, у тебя не такие руки, это ты делаешь не так, это ты делаешь хуже, чем тот-то, и ты должен постоянно с этим бороться. Художественная гимнастика, занятия скрипкой, стихотворение, литература, государственная и общественная деятельность. И, наконец, золотая олимпийская медаль. Это все один и тот же человек. Светлана Журова. Светлана Журова родилась в маленьком городке Павлова-на-Невеве в Ленинградской области. Она хотела заниматься фигурным катанием, но рядом не было подходящей секции. Она стала заниматься художественной гимнастикой, но жесткое обращение, а главное предубеждение тренера вынудило ее оставить и этот вид спорта. Дело все кончилось спортом конькобежным. Иногда, что нас не убивает, делает сильнее. Ну, я же девочка. А девочки мечтают о чем-то красивом. Красиво – это что? Это художественная гимнастика, это фигурное катание. Особенно в те времена, когда наши спортсмены выступают потрясающе, и ты хочешь быть на них похожими. Особенно в мое время это была Елена Водорезова, маленькая девочка с косичками. И мы, конечно, все девчонки хотели быть на нее похожи. Художественная гимнастика, эстетика, все так прекрасно, элементы, предметы. И тебе казалось, что ты тоже с этим справишься, тем более в детстве ты еще занималась танцами. И мне казалось, что я могу. Но поверьте, я далеко не самый способный ребенок в таких артистичных видах спорта. Все-таки я была сильная, быстрая, прыгучая. Я любила кататься на коньках, но и каталась очень быстро. Поэтому в итоге получился конькобежный спорт. Мне казалось, что я находилась в группе, в которой занимаются слабые. А я себя считала сильной. Мне было 7 лет, и я пошла сама к тренеру, не родители, а сказала, я сильная, возьмите меня в сильную в группу. На что понятно, тренер сказал, девочка, ну правда, ты вот не прошла еще даже там минимальный отбор. Ну и что, что ты мостик умеешь делать, ну и что ты там какой-то шпагатик умеешь делать. Этого недостаточно. Я сказала, нет, это не так, посмотрите. Я начала демонстрировать, я даже помню, как я это делала, демонстрировала и все показывала. Она говорит, нет, ну сейчас нельзя тебя в эту сильную группу. Там девчонки совсем другие, ты позанимайся вот этой простой. Я говорю, а тогда я не буду заниматься. И я ушла. Павла на Неве, я была совсем маленькая девочка, я жила там до школы. Там была обычная хоккейная коробка при нашем кирпичном заводе, на которой все дети тренировались. Тренировались, была хоккейная команда, мужская наша, любительская. И мы просто катались там, чтобы даже в этом юном возрасте, там до 7 лет, меня возить в город. Ну кто будет возить? Бабушка с дедушкой, конечно, нет. Потом я переехала в город Кировск, что стало еще дальше, сложнее, пока не построили мост. Но зато была конкобежная секция, был каток 333 метра, были тренеры, были тренеры, не только кандидаты мастера спорта, но и международного класса, были чемпионы Советского Союза. Поэтому, в общем, как-то получилось, что конкобежный спорт заменил фигурное катание. А когда ты начинаешь побеждать, и побеждать всех, в том числе зачастую мальчиков, тебе вообще становится, в общем, это все неважно, что ты не стал великой фигуристкой. Многие спортивные специалисты считают, что чем больше спортсмен трачет на свое обучение в обычной школе, тем хуже у него достижение непосредственно в спорте, в силу просто отсутствия времени. Светлана Журова получила два красных диплома. Первое ее образование – магистр физической культуры. И то, как в дальнейшем развивалась ее карьера, показывает, что свое время она тратила не напрасно. Но дело, как всегда, в тренере. У него были очень классные подходы, он только закончил Лесговта, и, соответственно, знаете, как по учебникам. То есть он все делал ровно, вот практически как его обучали в институте физкультуры. То есть с детьми занимался четко, учитывая педагогику, психологию, многие вещи, которые, наверное, только с опытом людям приходят. А вот он вот как-то вот каковался такой способный. Ездили в Коломну, достаточно там проводили много времени. Он отпрашивал нас у директора школы. И чтобы ответственность была, и в следующий раз нас отпустили, а делать-то было нечего, телевизоров не было, жили мы в общежитии, а не в отелях. И, соответственно, он просто вот так, мы все стояли в очередь, по очереди сдавали ему уроки. Каждый день. То есть он знал, что задали, брал это у учителей, проверял. Мы каждый приходили, ему задавали задания, что мы сделали. И он это все, ну, он, наверное, больше развлекался где-то даже отчасти время, времяпропровождение было. Ну и понимал, что детям это все будет на пользу. И потом, когда мы уже стали чуть попозже, постарше, нас обычно еще и пристраивали в школы. Например, мы ехали там, а тут же в Коломне мы учились в школе обычной образовательной, договаривались наши тренеры. Мы также были в Екатеринбурге, в Свердловске, тоже ходили в обычную школу с детьми. А так как программы были одинаковые, что в Петербурге, в Ленинграде, что в Свердловске, в общем, не сильно была разница в неделе, даже в месяц, что проходят дети в одном субъекте и в другом. Поэтому было совершенно нормально, нас на месяц отправляли в школу в каком-нибудь городе. Поэтому эта традиция в нашем виде спорта была всегда, и она возлагалась такой ответственностью на тренера. То есть, если я говорила, что у меня что-то болит, то надо было действительно этому очень сразу верить. В свое время у меня были определенные подростковые такие сложности, немножко колено поболело, а я была очень ответственна ребенок с самого детства. То есть, если у меня болело, на тренировку не шла. Я сразу говорила, я иду к врачу. Если у меня болел живот, был такой период, были какие-то подростковые очень странные проблемы с желудком. И я тоже сразу сказала, я пойду к врачу, и так как из Кировска мне приходилось ехать каждый день в диспансер, к иглотерапевту, тогда еще только появились точечная терапия, иглоколки, только вообще в нашей стране. Вот их только завезли, скажем, это новшество, и я была одним из первых, на каком попробовала, и на каком-нибудь сработала. То есть, делав там 10 процедур точечного массажа, у меня все прошло, и на годы прошло, то есть, как рукой сняло. Но я ездила сама, одна девочка, мне было 11-12 лет, и я спокойно, вот не боялась, ездила на автобусе в диспансер. В 1996 году Журова побеждает чемпионку мира Японку Шамазаки, и в том сезоне становится победителем Кубка мира по итогам 10 этапов. Через два года в Калгари она стартует, показывает рекордную скорость, и даже не замечает, что чуть-чуть задевает себя одним коньком по ноге. Доезжает до финиша, и выясняется, что до разрыва ахиллова сухожилия оставалось 2 миллиметра. Несмотря на все уговоры медиков, Журова готовится к следующим стартам, хотя по-хорошему нужно было бы либо вообще поехать домой, либо пройти минимальный курс лечения. Но доходит до того, что через две недели Светлана сама снимает швы с ноги в гостиничном номере и снова выходит на старт. Ради чего это все? Порезанная нога со швами – это не то, что болит колено или болит желудок, или болит, не знаю, ударился головой и надо после сотрясения выходить. Или простуда. Даже простуда хуже, чем порезанная нога. Порезанная нога – это чуть-чуть подопухло, и можно бежать, ничего страшного нет. У меня же не ахилл отрезался. Вот если бы он отрезался, тогда другой бы был разговор. А тут были швы, да, было больно, да, нога опухла, но это не ограничилось тем, что дальше будут какие-то последствия с этим. Порезанная нога – это как порезанный палец. Ну, заживет, швы снимешь, побежишь дальше. Швы снимешь. Вы сами… Это правда? Как это вообще вам пришло? Ну, а что такого? Снял швы? Я не знаю, я не снимал себе швы, расскажите. Ну, я же спецназ, терминатор, как говорят мои подруги. Это не проблема. Подрезал ножичками, вытащил швы, вытащил ниточки. Ну, какая проблема? Не просто у нас был тот период, очень тяжелый год, когда, вы помните, в 98-м был такой кризис небольшой в стране, и нашего врача не могли даже отправить на чемпионат мира. Просто не было денег, поэтому, в общем, приходилось это делать самому. Я могу сказать, что, наверное, самая супер мотивация у меня была все-таки чуть раньше, в 93-м году, когда я исполнила одну из своих заветных мечт, ну, помимо Олимпийской игры, у меня была мечта обогнать Бонни Блеяр. На тот момент еще трехкратную олимпийскую чемпионку, но я, как бы, видя ее восхождение маленькой девочкой, смотря по телевизору, я говорила, я вот когда-нибудь ее обыграю. А это был ее уже предпоследний год, потому что Лили Хаммер, 94-й, был ее последний год. И вот, соответственно, это случилось на Кубке мира в Инсбруке. Мне повезло, повезло с парой, повезло с ветром, повезло со всем. Она стала на третьем месте, а я стала на втором. И я подумала, вот, но потом она закончила, все, больше мне обогнать ее не предоставилось возможности. А мы с ней общались, я даже брала у нее интервью, это было интересно, потому что у меня были мои амбициозные еще журналистские замашки. И я брала интервью Хайдена у нее, и поэтому, да, мы с ней общались, она знала об этих моих детских интересных мечтах, победить ее. Когда казалось, что карьера Журова идет на безостановочный взлет, пришла Олимпиада 2002 года в Саут-Лейк-Сити. Вопреки ожиданиям, она осталась седьмой. Как знать, если бы Светлана Журова выиграла Олимпийское золото уже в 90-х годах, когда начинала свои победы, хватило ли бы у нее стимулов на долгую и успешную карьеру? Возможно, Олимпиада в Саут-Лейк-Сити была тем самым ударом, который побудил ее двигаться дальше. Потому что я настраивалась, что я выиграю Саут-Лейк-Сити и перейду в легкую атлетику. И буду выступать еще в тройном каком-нибудь прыжке, и завоюю еще какую-нибудь медаль в другом виде спорта. Ну, у меня такая была заветная мечта, мне этого хотелось, а в Саут-Лейк-Сити этого не произошло. И тогда я подумала, что надо сделать паузу, родить ребенка, попытаться, по крайней мере, и потом, возможно, вернуться опять в спорт. Плюс в Саут-Лейк-Сити много того, что складывалось в пользу победы. И я после первой дистанции все-таки была третья, и очень близко была к победе и к любой медали. Но вот этот злопоучный болельщик, как я рассказывала, который крикнул мне на старте, это просто меня сбило с толку. Я задержалась на старте, потом начала нагонять, споткнулась. Ну, в общем, это был такой какой-то спотыкательный забег, который, конечно, не привел меня к медали в итоге. И это было очень грустно. Я была очень крайне расстроена. Я думаю, что это у любого человека восприятие, когда тебе говорят на старт внимание марш, а тебе на внимание кто-то что-то кричит, ну, наверное, человек все равно отвлекается. Давайте говорить честно. Это только в кино показывают, когда спортсмен, вот раз, и у него все исчезло. Я сейчас играю в гольф, понимаю, что ничего не исчезает. Мимо проехавшая машина или какой-то там звук, он тебя отвлекает от удара. Ты должен отойти, хотя бы минимально опять почувствовать там чешуну, почему люди не разговаривают рядом с играющим в гольф, когда это соревнования, соответственно. И зрители молчат, потом только начинают там реагировать. Так же, кстати, и любители, потому что это все равно отвлекает тебя, вот мозг твой отвлекается на это, давайте говорить честно. И он не реагирует уже полностью, как должен реагировать только на то движение, которое ты делаешь. А у нас в конкобежном спорте ты должен был резко убежать, ну, быстро, среагировая только на выстрел, а не на слова какого-то человека. И ты не можешь, как и Рокфин Кино, вот все это исключить. Олимпийских игр в Турине для Журовой могло не быть вообще. Плохая физическая форма, психологическая травма после неудачи в Саут-Лейк-Сити, семейные обстоятельства. Все указывало на то, что она вообще может не принять участие в играх. Тем более, везде вокруг нее сквозил скепсис. От коллег, чиновников, кого угодно. Никто в нее не верил. Во-первых, у меня была прекрасная возможность родить ребенка. И я обновилась. Во-первых, я 19 месяцев, я была вне спорта. Я забыла плохое. Я забыла технические ошибки. Я уже была зрелая спортсменка, которая знала, как надо, что делать. И я практически начала как бы так, с чистого нуля. Имея огромный опыт, мы с тренером просто не сделали уже тех ошибок, которые делали до этого. И организм забыл неправильное. Я разогнала свой организм так, что я восстанавливалась моментально после любой нагрузки еще какое-то долгое время. И поэтому я быстро вернулась в спортивную форму. И прям это было, может быть, даже другая я. Здесь появилось понимание, что это точно последний раз. Мне в долг дали люди деньги. Я купила дом, потому что я считала, что ребенок у меня должен жить в Ленинградской области, за городом, в своем доме, на участке, там воспитываться. И я как раз взяла у своих друзей денег ровно с ту сумму, которую дают за первое место на Олимпиаде. И у меня не было другого выхода, как не выиграть. Медали, кубки, наконец, премиальные. Для настоящих профессиональных спортсменов это и есть мотивация для того, чтобы становиться все лучше и лучше. Но что делать с детьми, которые не готовы пока к материальным ценностям? Наклейки, подарки, какие-то другие атрибуты внешней мотивации. Нужны ли они и можно ли с ними перебарщивать? Отвечает общественный деятель. Думаю, что любой тренер находит свои методы такого, скажем, мотивации детей. Я вот помню, как мой первый тренер, Юрий Николаевич как раз Новиков, даже я потом забрала у него эту вещь, такой раритет, артефакт. Он каждый год, он в свое время купил в Алма-Ате такой конек, стоящий на кусочке льда, как будто бы такой с крыльями конек. Очень красивый. И лучшему ребенку, который показал лучшие результаты в входящем году, он на специальном собрании награждал этим вот коньком. И понятно, что этот конек стоял у меня много лет дома, потому что я была лучшим ребенком и в нашей группе. И он был переходящий, конечно. И вот я понимала, что это практически мое. Но потом, когда я ушла из группы уже, он его забрал себе. И я вспомнила через много лет про этот конек. И теперь это приз на моих соревнованиях, потому что я его сделала дубликат. Я попросила, нашла компанию, которая сделала. И вот теперь я детям уже за первое место на дистанции 500 метров дарю вот этот приз, потому что у меня в детском восприятии было, что это так было значимо получить вот такой вот этот конек. Поэтому каждый тренер действительно придумывает что-то свое. У нас это было поощрение пойти на матч «Зенита». Вот, например, в детстве. Он собирал там тоже, опять же, группу детей, и мы шли там болеть за «Зенит». Конфеты, призы, что-то. Ну, в общем, как все. И сейчас то же самое в моем виде спорта. Я не знаю, как в других. Понятно, что в гимнастике конфетами не наградишь. А у нас это работает, что у нас можно. Можно любую какую-то шоколадку, еще что-то придумать разные способы. Даже на тренировке. Я помню, у меня мой тренер, уже я взрослая была. Мы спорили все время на мороженое. Кто дальше прыгнет, там уже тренер по легкой атлетике, воинов, он мотивировал нас там спорить на мороженое. Да, то есть уже даже такие вещи, они тоже работают. Мало кто знает, что у Светланы Журовой звание подполковника МВД Российской Федерации. Она работала инструктором по физической культуре в следственном изоляторе. Вы можете себе представить, что это такое. Она занималась повышением, по сути дела, квалификации сотрудников следственного изолятора. И тогда, уже в середине 90-х, параллельно со своей спортивной карьерой, она уже обретала навыки довольно-таки серьезного руководителя. Ну, знаете, там больше было... Мы, во-первых, участвовали все время в каких-то соревнованиях, причем я, например, на третьем месяце беременности еще не знала, или никто, что я беременна, я еще скрывала это, бежала к РОС за свое управление. Ну, такое тоже бывало. На стадионе «Динамо» мы как раз бежали, что-то даже стреляло. Понятно, что там больше спортивные результаты, и выступаешь за свою организацию. Но в то же время, потом я приходила, общалась с коллегами. Мы просто тут больше, чтобы они занимались спортом. Им же не только на результат надо было. Чтобы они были в хорошей спортивной форме. Ты им рассказывал про питание, рассказывал про тренировки, давал какие-то советы. Больше вот так. Сказать, что там это я с утра до вечера делала, нет, конечно, это не так. Я не ходила каждый день на работу. Но вот периодически с коллективом встречались, общались, работали здесь, в Петербурге. Это был следственный изолятор на Лебедево. И, конечно, соответственно, людям было интересно послушать про то, что за границей происходят какие-то истории. Ну, и они с удовольствием встречались. То есть это больше такие встречи были. Ну, это, кстати, такие встречи с компаниями. Ну, здесь у меня учреждение все-таки было. А вот именно если говорить про спикерство, чем потом я занималась и занимаюсь сейчас, это было у меня, началось в Голландии. Это мои голландские как раз спонсоры. Подключили меня к Ротори Клапу. Такая есть система, когда благотворительные такие встречи проводят. И потом эти деньги идут на благотворительность, вырученные от этой встречи. Ну, и спикеру, соответственно, тоже, конечно, это платят. И я так ездила по Голландии, я даже была в Ванной, Великобритании. И вот я выступала перед компаниями, рассказывала, как я сажала картошку в детстве. И им было крайне интересно, как это может быть, а потом ты становишься чемпионом мира. То есть какие-то вещи, которые совершенно для них были удивительны, как девочка из России становится чемпионкой мира. Способности к математике, одновременно увлечение литературой, опыт работы комсомольским организатором, опыт капитана команды и даже опыт журналистской работы. Журова вела свою собственную радиопрограмму. Все это привело к расширению кругозора и к абсолютной готовности найти себя в новой жизни. Честно говоря, когда я была беременна еще Ярославом, я проходила полностью и кастинг, и обучение в дальнейшем на канале НТВ «Спорт». И я его прошла, и они готовы меня были сразу после спорта, в общем-то, брать, если бы я захотела. Но у меня случилось в Сочи 2014. Мне просто не дали шансов поработать непосредственно журналистом. Но я не скажу, что работа в той команде, она подразумевала под собой и журналистику. Почему? Потому что это все время брифинги, это все время выступления, это пресс-конференции. Реально огромное общение, в том числе на английском и в мире, и поездки, и вот это продвижение заявки «Сочи-2014». Так что вот как раз именно журналистские навыки, они помогли. Потом надо было писать самому тексты где-то какие-то. Но это все вот работало только в пользу. Так что здесь точно все было нормально. Потом была вот эта история с «Эхо Москвы», и где была спортивная редакция, и где мы действительно вели перед Сочи. И меня прям попросил Венедиктов тогда, что я говорю, вы понимаете, что я из «Единой России» вообще-то? Что я зампред Госдумы? Ну, ничего, что ваша аудитория достаточно критически может к этому относиться. Он сказал, ну, во-первых, ты профессионал, это первое. Во-вторых, рассказывать перед Сочи про разные виды спорта, это было бы интересно. Во-вторых, действительно, это какой-то другой еще взгляд, пусть народ побесится чуть-чуть. Это даже хорошо. Заначка – это не деньги. Заначка – это профессии, которыми компетенциями ты обладаешь. И чем больше этих профессий у тебя есть, начиная от вышивания крестиком, заканчивая дипломом, как у меня, в моем случае у меня, парикмахера, дизайнера интерьеров и журналистских навыков, которыми я, кстати, зарабатывала, в том числе, когда была беременна и кормила ребенка, это только плюсы. Поэтому я была готова к любому развитию событий. Плюс я еще поступила в Академию Госслужбы, на национальную экономику, и понимала, что я еще получаю еще одно направление для возможной реализации своих возможностей. Плюс вот это Сочи свершилось сразу. Мне не дали даже одуматься, скажем, подумать о чем-то. Я сразу оказалась в заявке в команде. Каждый занимался своим направлением. Где сейчас все? Чернышенко вице-премьер. Кто-то, тот же Сорокин, возглавляет сейчас комитет по подготовке Чемпионата мира по футболу. Теперь уже игры дружбы. И будет еще много у него соревнований, я думаю, других. Поэтому в этом отношении мы, игры будущего, игры дружбы, ну, в общем, все, кто был, они все вот сейчас в любом случае тут. Кто-то президент федерации, некоторые там, да, кто был с нами вместе. Поэтому в этом отношении мне просто не дали одуматься, я сразу начала работать. И я, как и в спорте, когда мне было 16 лет, и меня взяли в сборную за красивые глаза, я считаю, что я была кандидатом мастера спорта и просто очень способной девочкой, ну, которая дачу деса творила в легкой атлетике. Для конькобежки, ну, это было, как бы, очень круто. Это было, ну, просто вот таких не было, да, ну, потому что мне надо было, видимо, легкой атлетикой заниматься, а не коньками. И понятно, что мои, уровень моей подготовки был совершенно другой, чем у других детей того возраста, и даже у взрослых того возраста, там, старше меня. И мне дали аванс. И я такой человек, когда мне дают аванс, я его начинаю отрабатывать. Как с заявкой, так же, когда я пришла в Думу и стала зампредом Госдумы, я понимала, что у меня не хватает компетенции, но я не должна подвести тех людей, которые в меня поверили и увидели во мне потенциал. То есть я должна, значит, все быстро осваивать, учиться, не бояться, сказать нет, сказать я не знаю, для меня это вне проблемы. Вот есть люди, которые вообще могут не ответить или выкручиваться. Я скажу просто не знаю, я узнаю, потом вам расскажу. Это не проблема, на самом деле это лучше. И у человека вызовет больше уважения, чем ты будешь что-то там выдумывать, придумывать и уходить от ответа. Поэтому здесь, ну это может быть какая-то природная была история, потому что я помню, как меня первый раз выпустили на народ, называется, когда я только вот еще вышла из спорта, и люди решили, ну понятно, привели нам спортсменку, ну сейчас будет на сцене с бантом сидеть, значит, с медалью вернее, и улыбаться красиво. В общем, до этого достаточно. А я как бы раз и с бабушками, и с детьми, и что-то с ними разговаривают. И мне потом глава одного района говорит, Светлана, слушай, я был реально удивлен. А я в тот момент как раз проходила теоретические предметы социальная политика, национальная экономика, госпрограмма, и у меня это был первый курс моей госслужбы, академии. Как раз всю вот эту теорию, ну я теорию на народ и вываливала. Знала, не знала, получалось, что очень хорошо подходило, потому что теоретические знания быстро уже соображало, как отвечать на вопросы. Поэтому, в общем, вышло, что быстро встроилась в эту систему, а потом уже опыт, понятно. И это в любом случае большой труд, и это отказ в детстве от многих вещей, которые, я не знаю, сможет ли сейчас молодежь отказаться от гаджетов, еще чего-то. Нас не было. У нас были книги, я много читала, писала какие-то рассказы, что-то выдумывала. И это все давало мне возможность самообразовываться. И старалась всегда, когда есть возможность, получить какое-то дополнительное образование. Будут ли это дети делать? Сейчас я отдаю им эти советы, даже введение дневника. Я вела дневник с 9 лет до последнего дня выхода на разминку на Олимпиаде, записывая каждое свое движение. Поэтому это же требовалось время, усилий определенных и дисциплины. Мне надо было выучить язык, я выучила сама первоначально, по самоучителю, бонг такой был, знают, наверное, многие наши поколения знают. Я просто его открыла и начала по нему заниматься, погромать. Потому что я когда приехала на первый чемпионат мира в 18 лет, а со мной пытаются разговаривать, я человек общительный в России, а тут я понимаю, что я не могу, ну, что-то на уровне школы говоришь, но это настолько мало. Они мне начали письма писать, какие-то фотографии посылать, а я понимаю, что я не могу ответить, и мне, конечно, это побудило к тому, что я, конечно, начала сразу учить язык, например, сама. Я вообще в ночной клуб зашла в 28 лет, как называемую нашу конюшню в Петербурге, и хотя бы посмотреть, как это выглядит. Поэтому, в принципе, по большому счету, вот, ну, это была не моя история, а мне я всегда показала, ну, хотела образовываться. Я могу всем это посоветовать, потому что тогда вот этот переход из спортивной карьеры в другую какую-то карьеру, он будет вообще безопасный, безобидный, несложный и совершенно спокойный. И таких людей у нас достаточно много. Давайте говорить, спортсмены такие есть, которые как раз так делали, они все все нашли сразу. Пример Светланы Журовой о развитии человеческой личности, когда, несмотря на обстоятельства, можно сделать славную карьеру в спорте и состояться по ее завершении. А самое невероятное, писать собственные стихи. Ну, стихи, это вдохновение было с 13 лет, оно как-то накрыло, и там периодически они появлялись. Ну, понятно, у девочек это влюбленности какие-то, какие-то впечатления. Причем, когда я писала рассказы, стихи встраивались в рассказы. То есть, я как бы устами своих героев что-то говорила. То есть, даже не своими, а именно устами героев, и поэтому рождались какие-то стихи. И мы с подружкой вот эти тетрадки наши, мы писали, мы были, как это, соавторы, потому что часть писала она, моя история переходила в ее, сюжеты переплетались, это было вот такая интересная, это начиная с 13 лет. Она сейчас учитель, кстати, в школе, начальный класс, как и мечтала быть, хотя я тоже мечтала быть учителем, но вот не сложилось. Но при этом я читала, вы знаете, даже еще у меня же был поиск, в том числе религии, я читала всю буддистскую, скажем, литературу, мне очень интересно было там Бархавадгиты, Рерихи, Блавацкие, какие-то вот эти темы, это было все глубоко до 18 лет. И мне так и нравилась эта философия, но я к ней отнеслась исключительно как к философии. И на этом остановилась. И ушла в православие, приняв в 19 лет крещения, понимая, что как раз там 18-19 мне было, что это вот мое все, закрыли эту тему, закончили с этим. Но мне нравилось реально вот все философское. Почему мне, наверное, очень нравился Булгаков, потому что глубина просто невероятная. И поэтому «Мастер Маргарита» всегда будет всех времен и народов любимой книгой, которая там почти настольная была большой период времени. Беляев, Ефремов, в общем, все, ну, какие-то наши фантасты, Стругацкие, да, ну, потому что это было классно, это было не достать, надо было библиотеки взять. Могу сказать, что тот же там Ефремов, я его совершенно обожала, и вот его тоже такие очень глубокие, мне казались, философские книги на тот период ребенку, ну, просто очень много дали. Книга Томпсона «Рассказы о животных». Я рыдала горючими слезами об этих всех животных, да, которые там погибали, потому что там же такие, они же недобрые истории там, ну, они как бы поначалу, они такие про преодоление, но только, как бы почти человеческие истории, но они связаны с животным. И ребенок воспринимает это совершенно по-другому. Я помню, я восприняла это вот абсолютно и про этого Орно, который там летал, этот голубь, и там какие-то эти чернобурые леса, и вот это все, там, мустанг, ну, в общем, это было какое-то потрясение для ребенка, который читал эту книгу, и после этого я вот пошла на фантастику, и пошло дальше. Это формирует человека в любом случае. Его стержень, его психологию, его в дальнейшем умение преодолевать огромные трудности, и с литературы многое начинается. Тяжело сейчас с тренером работать с детьми, которые не читают. Мне, я им сочувствую, на самом деле, понимая, что это очень непросто. Вне всяких сомнений Светлана Журова это наставник в глобальном смысле слова. С ее помощью реализуются спортивные проекты, инфраструктурные вопросы и очень-очень многие вещи связанные с вовлечением в спорт детей. При этом она так и не стала при всех своих способностях тренером. Когда я была маленькой, конечно, я хотела быть, возможно, и учителем, и тренером, я хотела вообще учителем биологии быть, но здесь сложилось так, что когда я повзрослела в 16 лет слишком быстро и уже была в сборной взрослой, и когда я училась в институте физкультуры, я вдруг поняла, что мне, во-первых, нравится научная деятельность, во-вторых, мне нравится, скорее всего, я буду педагогом высшей школы, то есть я буду тренировать тренеров. Это немножко, ну там, да, выше, как, я сразу вспомнила, сейчас аватара, да, есть эти маленькие, летали на ком они, а есть такой вот этот, вот, и я подумала, что я вот могу быть вот этим, который будет тренеров тренировать, тем более мой опыт и международных команд с международными тренерами, у меня был большой кладезь знаний, я подумала, что, наверное, вот это мое, я завкафедра, я где-то в институте, преподаю, и еще важно, почему я не стала тренером, потому что все-таки компетенции, мой уровень знаний был настолько высок, что я должна быть тренером сборной, а там был мой тренер, там были мои коллеги, ребята, которые только что закончили мужчины, женщин практически у нас, ну скажем честно, в сборной России Советского Союза именно не было, всегда были мужчины тренерами, и женскими, и мужскими, поэтому идти туда, будучи женщиной, замужем с ребенком, это значит все, семьи у тебя нет вообще, я тоже к этому была не готова, 25 лет отдать карьере, и еще столько же, не будучи с детьми, с мужем, с ребенком, я не была готова, тем более муж меня отпустил только на год, тогда, поэтому он бы тренера, жену уже не потерпел, это был бы развод сразу, не важно, что он потом случился, но он бы был в тот момент уже, я стала политиком, спикером, что в общем-то, то же самое, что и преподаватель, только просто, может быть, еще более высокого уровня, я все равно преподаю, я разъясняю, объясняю, говорю, делюсь опытом, знаниями, сама пополняю свои знания, опять их передаю, поэтому в этом смысле, я в общем-то, в своей практически плюс-минус профессии, поэтому в общем получилось, что ничего особенного не случилось, и если я там не занимаюсь детьми, ничего страшного, я думаю, вот у меня есть дети, пусть они, возможно, будут тренерами, у них такие мысли есть, у старшего, по крайней мере, есть такое желание. Многие мои даже коллеги, которые так или иначе закончили спортивную карьеру, они для своих детей, особенно в таких непопулярных видах спорта, неденежных, они все-таки отдают там в футболы, в хоккей, в фигурные катания, в теннисы, я по этому пути не совсем пошла, хотя отец моих детей, он теннисист в прошлом, очень хороший и успешный, теннисист на уровне страны и Петербурга, но мы попробовали, и маленький, и старший, не пошло у нас с теннисом, ни с футболом, ни с другими видами, а вот у старшего с конкобежным спортом пошло. У меня просто было понимание, я видела своего ребенка, старшего особо, ну это гвандо, теннис, плавание, футбол, там какие-то еще виды спорта, все он попробовал, гольф, кстати, а потом я говорю, ну он потрясающе катался на роликах с трех лет, ну просто потрясающе, и я ему говорю, Ярослав, ну давай, все-таки попробуем коньки, и он в 11 лет, цифр, пришел в коньки, и конечно, сначала так, ни шатка, ни валка, а потом сразу все пошло, потому что хорошая техника, генетика и понеслось, и вот он теперь в юниорах чемпион России, рекордсмен России, к сожалению, сейчас пока международного уровня нет у нас, но он тренируется в сборной с Дмитрием Дорофеевым, который когромил его ложечкой кашу, когда он был сын полка и ездил со мной на сборы, ну то есть круг закольцевался, то есть человек, который стал серебряным призером олимпийских игр, возможно, готовит будущего олимпийского чемпиона, кто знает, поэтому вот со старшим как-то мы разобрались, маленькие боли, я так, он все-таки занимался пять лет, самбо-70, но самбист из него не вышел, потому что он все-таки с другим характером, и он так все-таки пошел тут в кадеты, как-то вот там всем видом спорта, и сейчас я его пытаюсь заставить быть моим партнером на гольф-полях, говорю, давай занимайся хотя бы немножко гольфом, может быть, хотя бы будешь маме помогать выступать в соревнованиях, будешь тренироваться со мной, ну, в общем, как-то так, потому что я сама вот сейчас увлеченная гольфом, выступаю в соревнованиях, вот буквально у нас был сейчас чемпионат России среди спортсменов-любителей, 50+, старшего возраста, я там заняла третье место, я теперь соревнуюсь, поэтому я тоже, как мне говорят, ты занимаешься гольфом для удовольствия, я говорю, вы знаете, удовольствие отрабатывается, и выигрываешь, поэтому я по-другому не привыкла, даже в гольфе я стараюсь соревноваться, не всегда, конечно, получается выигрывать, потому что гольф сложная, очень сложная игра, самая сложная, зачастую получается, там, дальний удар самый сделать, это у меня неплохо выходит, и на соревнованиях эту номинацию я часто достаточно выигрываю, бывает самый короткий тоже, это реже, но я еще играю в хоккей, и в нашей команде красные ракеты, санкт-петербургская команда, мы играем в своем чемпионате, как так называем, ночной лиге женского хоккея, поэтому тоже у нас есть соревнования, мы там проходим всякие отборы, это тоже крайне интересно, забивать, это другая ипостась, так что, это такое мое проявление еще того, что я не могу без спорта, поняла, что это нереально, и, в общем, сейчас этому тоже посвящаю какое-то свободное время, если бы, ну, выйду на пенсию, наверное, буду больше посвящать гольфу, хоккей не уверена, гольфу точно, а вот сейчас, конечно, в рамках только того, что можно, ну, вот, и в ближайшее время в Петербурге пройдет такой а-ля чемпионат России среди команд, тоже старшего возраста, и, который там соберет больше ста человек со всей страны, и мы будем соревноваться, и это вот все время есть какие-то у меня соревнования. Субтитры создавал DimaTorzok